В Сургуте стартовала итоговая аттестация для выпускников 9 классов. Она продлится до 1 июля. Всего ОГЭ напишут более 4,5 тысяч ребят. Первыми сдавали экзамен по истории. Государственная аттестация прошла в стенах гимназии номер 2. В ней собрались школьники из 29 муниципальных учреждений. Списать, как говорят сотрудники государственной экзаменационной комиссии, не получится. В аудитории размещены все необходимые информации для заполнения регистрационных бланков. Она размещена на доске, для того, чтобы детям было легко и удобно заполнять регистрационный бланк. Дальше, если зайти в каждую аудиторию, вы увидите пронумерованы все посадочные места. Дети не имеют права пересаживаться туда, куда им казалось бы комфортно. Дети должны занять посадочные места, те, которые закреплены по рассадке. Несмотря на сложность испытания по истории, выпускники к нему готовы. Некоторые держали в уме предстоящий экзамен и плотно занимались в течение последнего учебного года, а некоторые даже больше. Чтобы попасть в аудиторию, ученикам предстояло пройти через несколько этапов досмотра и дождаться экзаменационных билетов. Я сдвигу экзамен по истории, продолжаю обучение в школе, а потом, скорее всего, в практике на органы. Мы готовились, мы весело готовились. Планирую после 9-го уйти, улететь в академию милиции. На самом деле, если начать подготовку на ранней стадии, то достаточно легко. Я хочу продолжить обучение в своей школе, в Лисе-Хисматульно. Ожидаю, конечно же, положительной оценки, желательно пятерки. Хочется пойти в 10-й почему-то, вот есть желание продолжить все-таки. Ну и большинство вузов нужны баллы ЕГЭ, поэтому остаюсь в 10-й, 11-й. Продолжение следует...